Сегодня, дорогие мои, мы с вами поговорим о боковом. Почему? Немножко поговорим, но вот такой вот у меня. Вы поймёте остроту вообще проблемы, а потом мы с вами проведём небольшой мастер-класс, интересный, добрый, который у всех получится, я сразу говорю. Вот, сегодня должны были быть мастерицы, они приболели, поэтому я его проведу, я думаю, вы мне доверялись. Вот, я хочу сказать, вот знаете, мы с чем столкнулись, захочешь в магазин, ну я не для обсуждения, а просто как констатация. И раз бумага стоила копейки, а теперь уже она такая дорогая, да, и мы стали задумываться, Ну а как же сделать так, чтобы нам было и приятно, и комфортно находиться вот в этой нашей действительности? И сегодня поэтому наше мероприятие будет посвящено бумаге. Так и называется наше мероприятие бумага-баблага. Как же это сделать? Вот вы знаете, несмотря на цифровые технологии, последние 20 лет мы стали на 26% потреблять больше бумаги. Вы сами, наверное, в семье замечали, а не нужно, сколько, все, побежал, два слова написал на листике, мы сами за собой замечали, два слова, и все, а нам уже ничего не нужно. Вот, и каждый год я хочу сказать, что, давайте задумайтесь, вырубается 100 миллионов деревьев. Это 20 гектаров леса в минуту. Вы вообще можете себе представить, 20 гектаров в минуту. По данным Гринпис России, с начала нулевых годов жители страны буквально, ну вот я не побоюсь в культурном учреждении сказать, смыли в канализацию лес площадью в Байкальский заповедник. А это, ого-го, немаленькая территория. И это всего лишь вот такое потребление наше с вами. Каждая тонна макулатуры, если мы ее перерабатываем, то есть если мы вторично используем бумагу, спасает 24 дерева. Представляете? И предотвращает выброс в атмосферу целого, ну, соответственно, экономится энергия, и воды мы меньше потребляем, да? Как вот, давайте заметим за собой, иногда, да, открыли краник, и течет она, матушка, рекой. А все хорошо, да? Забыли, наверное, как бедрами кто-то носил, возможно. Вот, ну, и поэтому, прежде всего, хочу сказать, а что такое макулатура? Ну, вы все в детстве собирали, я в детстве собирала в школе, сейчас молодежь уже не гусит макулатуру на пункты. А мы с вами собирали, и я хочу сказать, по особому взволению, вот принесешь 20 килограмм макулатуры, в талончике отметят, и говорят, через месяц можете прийти купить книгу, представляете? Купить книгу Ставропольского издания на желтенькой бумаге, может быть, тебе попадется дюма. И ты идешь с этой книгой, гордый и счастливый, и потом, конечно, читаешь ее, конечно, читаешь, потому что она сдавала макулатуру. Пункт был вот на улице Ленина, я как сейчас помню, там стояли ниже цепь, и, может быть, иногда шампун. Ну, вот так мы жили, ребята, вот так мы жили, поэтому мы ценили все, что рядом. На Ленина, где у меня там объявлено? Я хочу сказать, вот стоматология, детская за углом, шпиль, под шпиль вот там. Да, и вот туда мешочком, никто тебе никакого такси, какая маршрутка, мешочком, все, вперед, с писанкой. Но хочу сказать, дорогие мои, что кроме полиграфии вообще, вот в эту категорию макулатуры входит все. Это и упаковочный картон, и разные гильзы, втулки. Ну, вы все обращали, да, мы уже настолько к пластику привыкли. И заходишь в магазин «Магнит», а там вот эти гофры яичные, да, это все вот переработанная бумага определенным образом. Ну, и не всегда мы это берем, берем такой прям пластик, чтобы он скрипел, да, вот, и такой он красивый на вид. Но оказывается, вот это все достаточно экологично и очень по-доброму и просто. И вот хочу сказать, что переработка вторичных ресурсов – это непростая тема. Дело в том, что когда идет такая переработка, затраты на энергию, на воду, они снижаются. Соответственно, защищается атмосфера и все тому подобное. Я хочу сказать, если кто-нибудь знает, что же такое бумага вообще, как она еще по-другому называется. Это целлюлоза. Целлюлоза, вот клетки, да, каждое растение состоит из клеток. И вот клеточки, из которых состоят растения, имеют оболочку. И вот вода, нерастворимая оболочка, называется целлюлоза. Вот, она достаточно прочная, но при определенной обработке и получается наша с вами замечательная бумага. Я вам хочу сказать, это не просто так. Вот мы получаем бумагу. Вот, я вам сейчас продемонстрирую вот такой замечательный мне сегодня дали вот упаковка белой бумаги. И вы знаете, я никогда не обращала внимания. Ну, тут все написано красиво. А4, там формат, сколько листов. И вот такой значок замечательный есть в буковке F, S, C. Вот на нашей бумаге стоят. Эта маркировка, оказывается, есть на всякой бумаге. И даже на туалетной. И я вам хочу немножко рассказать, что же это такое. Это переводится как лесной попечительский совет, который контролирует экономичность расхода деревьев в лесах. Маркировка на любой бумаге означает продукцию, полученную из торсырья. Да-да, то есть наша белая бумага, это уже несколько раз переработанная история. И как правило, к такой продукции относят вот упаковка яиц, полотенца бумажные, туалетную бумагу, товары языковатые, утепление балконов наших. И вот такая промаркированная продукция проходит аудит. Для чего это делается? Потому что официальная вырубка леса, контроль лесовосстановления, компании-заготовители. То есть будьте любезны, друзья, сколько вы срубили для бумаги лесу, вот будьте любезны посадить. И вы знаете, на самом деле контролируют, выделяется определенный участок, и вот срубается этот лес, но потом, когда бумага уже готова, лес подсаживается. Вот таким вот образом. Ну вы знаете, что бумаги разные. Вот сегодня я немножко, посмотрите, вот такая красота, коробочки для нас такие делают. Вы сейчас обратили внимание, как много упаковки всякой. Господи, вот от такой маликусечки до большой. Вот она эта крафт-бумага, вот такая приятная коробочка из нее. Ну она маленькая. Вот еще вот крафт-бумага. Видите, она вот такая вот неотбеленная. Ну конечно, я не говорю о красоте вообще там. Как мы любим, как мы полюбили эти упаковки. Не один день рождения, да, уже несешь обязательно в каком-то пакете. Там, а раньше как, в карман книгу и пошел вперед. И поэтому, конечно, лес страдает, ребята. Лес страдает, честно могу сказать, и по полной программе. Я вам сегодня немножечко хочу рассказать, как вообще получается бумага. Что это за процесс такой. Вот первый этап, вот если мы говорим о переработке макулатуры, мусор весь сортируется, дробится, и проводится его первый распуск. Удаляются примеси. То есть, то бишь, чаны с водой все это. Вот. Для чего это делается? Чтобы волокна целлюлозы отделить. Помните, я вам сказала, что это твердая оболочка. Все остальное уплывает, а остается целлюлоза наша с вами. В Российской Федерации существует ГОСТ, который содержит регламент, как сделать правильно эту бумагу. Вот эти измельченные материалы обрабатываются с помощью гидроразбивателей. Вот в таком водяном чане. И вертикальным ротором отбрасываются волокна, те, которые нужны, скрепляющие волокна. Ну, если, например, туда клей добавляли. Потому что вот так вот сделать невозможно просто, да. Вот целлюлоза и все. То есть, там и клей будет, и влага присутствует. И вот эта масса делится на фракции, удаляются и загрязнены. Очистка от тренсии идет, да. Удаление пленок на специальном вибросите. Такое вибросито, ну, громадное, не наше, вот для муки. А это все в громадных масштабах. Второй этап требует обязательных процедур. Это многоступенчатая очистка, механическое воздействие и использование химических реактивов. Почему сейчас бумага выросла в цене? А потому что у нас химреактивов перестало хватать. Мы их закупали в других странах. Но я сейчас очень надеюсь, что наши химики озадачатся и придумают свои отбеливатели и свою красоту, чтобы мы с вами радовались дальше. Дальше готовая переработанная консистенция. Вот это располагается на сите, раме и что уже прессуется, просушивается. Вы знаете, дорогие вот китайцы, они очень такие вот трудоголики. Они до сих пор делают ручным способом рисовую бумагу. Я могу сказать, что в нашем городе я видела ребят, которые сами делают бумагу. И туда вкрапления сухих листиков добавляют, лепесточки розы, мяты, всё высушенное. Но бумага получается чудная. Сегодня я вам её не могу продемонстрировать, но бумага ручной работы, если вы где-то увидите, это очень девочки, особенно девочкам говорю, это очень интересная история. Вот. Ну и потом я могу сказать, что я, честно говоря, сегодня даже хотела с вами тут сделать такой лист, но потом подумала, что нам будет интересно, да, вот сделать для вас, провести мастер-класс. Очень лёгкий, вам нужный, добрый. Вот. Я могу сказать, для чего я вам всё это вот так вот вкратце рассказывала. Дело в том, что давайте отнесёмся бережно, очень бережно к нашей бумаге, да. Вот просто, ну я вас уверена, вы тут все очень люди грамотные, ответственные. Ну, может быть, если увидите малышей, которым это совсем неинтересно, не нужно, и надо сказать, а давай пойдём с тобой дерево посадим, из которого потом сможем сделать какие-то добрые, радостные вещи, да. Ну и вначале это дерево может принести и плоды, и порадовать нас, и очистить воздух. Я хочу сказать, что история это очень такая кропотливая, вот высадка и лесов, и всего. Сейчас вы заметили, в городе аллеи подсаживаются, да, и подсаживаются в тех местах, где они, наверное, и должны быть. То есть природоохранные процессы происходят. Вот я хочу ещё немножко рассказать, то, на что я не обращала внимания, думаю, и вам будет интересно. Вот в магазинах эти товары, оказывается, давно есть из макулатуры, и ничем не уступают товарам из первичной цивиллозы. Ну, вот такая полотенца бумажная, ВИЕРа, вы, наверное, видели, да, ВИ вот такая, А, Е, Р, английская О, они из стопроцентного вторичного сырья. Его не отличить от аналогов из вырубленного леса. Такая бумага продаётся в магазинах магнит, пятёрочка, копейка и полотенца. И бумага профессионал, вот ВИЕРа из макулатуры, она отбеливается без использования хлора и хлорсодержащих продуктов. Ну, как мы обычно выбираем такие товары. Это товары бытовые, ну, ежедневные, можно сказать. Мы подошли и схватили, что подешевле, побежали дальше. А нет, ребята, хлор, хлорсодержащие продукты, очень опасны для здоровья, особенно для детского, для растущего организма. Обратите на это внимание. Вот я не то, что там рекламу этому производителю даю, но то, что помимо того, что он использовал в торсе, и он ещё обратил внимание. И, вы знаете, вот такая вот бумажная продукция, полотенца, салфетки ВИЕРа прошли стопроцентную сертификацию России. Поэтому, если будете делать свои предпочтения, ну, я вот в узком кругу это говорю, я думаю, надо отдать предпочтение вот таким сортам. Хочу сказать, что везде, конечно, маркетинг. Все мы не хотим давным-давно, но тем более у людей, у кого пониженное зрение, мы не хотим с вами читать мелкий шрифт. А раньше все книжечки, вы помните, там вообще под лупой не разглядишь. Вот если взять старую книжицу, то там вообще ничего не видно. А сейчас как здорово, для нас с вами сделали и флешки, и CD-диски, да? Но всегда отдают предпочтение крупному шрифту. И у нас логосвоз предприятия выпускает удивительные книги крупношрифтовые. Ну, а сколько бумаги тратится уже на шрифт Браля? Если плоскопечатная книга составляет всего лишь, там, к примеру, два томика, то уже изготовленная шрифтом Браля, это 12 вот таких, вот таких, вот томика, вот таких, вот одного наименования. Это достаточно затратный процесс. И к чему я хочу сказать? Вот сейчас говорят, ой, старые книжки мне не привозите. Ой, они серого цвета, такого. Сейчас вся бумага отбеленная. Раньше первый Браль, он был вот буквально, знаете, вот такого цвета. Как крафт бумажечка, вот такого цвета. Ну, ничего, все научились, все читали, все прекрасно было. Согласны? Вот. А сейчас мы все хотим, чтобы это было на королевской бумаге. Вот. Ну, поэтому, может быть, к этому отнестись более бережно, чтобы сохранить нашу древесину. Ну, и, конечно, я, вот, почему вам хочу сказать, присоединяйтесь. В стране идет такая акция, каждая годовая бумаговорот. Стоят эти пункты, фракция «Единая Россия», партия «Единая Россия» создали вот такой бумаговорот. У нас долго-долго здесь стоял ящик, который мы потом напомнили и сдали, и туда отходы бумаги. И было написано на нем, там, не сдаем макулатуру, а написано было «Посади дерево». То есть, сдав эту макулатуру, нам, ребята, вот весной они обещали привезти саженцы деревьев. Ну, правда, хорошая, добрая инициатива. То есть, ну, там надо прилично сдать, ребята. Может быть, присоединятся ваши дети, внуки, или кто-то услышит об этом. Присоединяйтесь, спасайте леса, потому что для нас это очень важная история. Я хочу сказать, в крупных городах России, в городах-миллионниках, осуществляется раздельный сбор макулатуры. Это отходы картона, это бумага, которой мы пользуемся ежедневно, а может, и журналы. Вот таким образом. В нашей библиотеке, ну, я не открою тайну, мы собираем макулатуру. Это старые журналы, старые газеты. Они списываются через определенное время. Вызываем мы вот эту вот машину, грузим туда, и бумага отправляется на вторичную переработку. Вот таким образом. У нас мы стараемся бережнее относиться к этому. И поэтому сегодня мастер-класс, который я для вас подготовила, вот, мне бы хотелось вас обратить внимание сейчас на экран, ну, для тех, кто видит. Там будут показаны. Мы сегодня с вами сделаем закладки. Дорогие мои, закладки будем делать для книг. Для того, чтобы мы их сделали, я потратила, я вам скажу, вот я специально для вас оставила две обложки журналов. Вот, для того, чтобы у нас вся эта история произошла, вот я могу показать, у меня специально оставила обложки журналов. Но сегодня я выбрала для вас красочные обложки, чтобы вам было приятно потом заложить эти закладки в книги, которые вы читаете. И вот могу сказать, что, ну, не выбросили мы их, а будем делать доброе, замечательное дело. Я сейчас обращу ваше внимание на экран. Ну, естественно, каждому буду потом подсказывать. И вместе будем делать, творить. Это будет хорошо. Вот, сейчас первый мастер-класс, посмотрим, да, девочки, кому удобно, развернитесь, пожалуйста. Всем привет, с вами Тони. И сегодня я хочу вам показать, как можно сделать для книг вот такие вот закладки, которые мы будем плести из бумаги. Плетутся они достаточно просто. Здесь у меня вот три вида. Вот эта закладочка самая простая, вот эта более сложная, и эта самая сложная. Давайте начинать с самой простой. Смотрите, я беру три полоски для начала. Мне на вот эту белую полоску нужно приклеить сверху вот эти две полоски. Для этого я буду использовать двусторонний скотч. Вот, смотрите, мы подклеили начало, конечно, косички будем делать. И теперь мы начинаем плетение. Все очень просто. Нам необходимо будет вот таким вот образом просто загибать наши полоски и выполнять косичку. Я думаю, те, кто умеет плести колосок из четырех прядей, знают, что это такое. Просто постоянно внутрь нам нужно загибать наши важные полоски. Смотрите, я уже допляла закладочку до конца. И видите, у меня беленькие полосочки закончились. Теперь мне здесь нужно взять кусочек скотча и тоже их опять склеить. Вот таким вот образом. А вот эти кончики мы просто с помощью ножниц подрезаем. После этого, смотрите, в принципе, наша закладочка готова. Но если вы хотите, вы можете дыроколом, например, сделать дырочку и привязать какую-нибудь красивую ленточку для веревочек, чтобы было удобнее. Вот такой вот мастер-класс. Я могу сказать, у всех получится. Ребята, я вам сделала такие заготовки. В результате получается вот такая красивая косичная закладка. Ну, я потренировалась, естественно. Все, кто хочет в этом принять участие, пожалуйста, всего лишь наши ручки. Я к каждому подойду. Значит, что я сделала? Ну, вот как там указано, да, склеила. Вначале разрезала полосочки вот из этих журналов, которые я вам показала. А потом вот так вот, ребята, склеила, да, дорогие? Сейчас, кто не видит, я буду помогать, подсказывать. У девочек получится. Мы сейчас с вами начнем вместе со мной делать такую закладочку. Да, суетиться не надо. Я ко всем подойду и покажу. Самый главный принцип я вам сейчас показываю. Вот смотрите. Желательно это на стадии делать. Вот посмотрите, глазки поднимите на меня, пожалуйста. Вот смотрите, что я делаю. Видите? И я ее запараллеливаю. Понимаете? И вот так вот раз и пригибаю. Хоп! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, пока без комментариев, сегодня заблазки у нас. Ну, эти движения, она просто показывает здесь реже, просто так показывается. Ребята, это делают профессионалы. Она попаздывает, куда сгибать. Это для нас специально, чтобы мы запомнили, какой краешек туда. Вот. Вот, показывает, куда сгибать. Вот в данном случае она обрезает, но мы с вами будем делать по-другому. Поэтому запомните вот так, как делать. Складывается, ребята, кто не может видеть, складывается определенным образом бумага. Я вам всем буду помогать, не переживайте. У вас тоже все получится. И теперь вот так, что-то получит. У меня тут нет. Ага. Вот такой вот получился замечательный треугольничек, как и у меня. Дорогие мои, я могу сказать, что у всех все получится. А теперь девочка нам, наверное, смайлики какие-то нарисует. Видите, можно украсить очень легко и просто. Большая просьба. Я, если хочу, я сейчас тоже могу с друзьями разговаривать по телефону. Как вы думаете, я с уважением к вам? Нет. Давайте все, телефоны отставим. О, Боже, как я неправда. Коронавирус, отряд авар. Ну, ребята, вот такой вот мастер-класс. Да, кто прав, кто виноват, покажет время. А сейчас мы с вами, дорогие мои, приступаем к мастер-классу. Я для вас сделала уже заготовочки. Я вам показала из замечательного вот такого вот журнала. Из замечательного журнала. Вот видите, вот из этого яркого журнала сделаны заготовки. И я вам сейчас их вот так вот раздам потихонечку. У всех они яркие. Я подбирала вам самые яркие странички. Самые красивые. У всех очень девчонки красивые. Сейчас вот... Ой, смотри, девчонок вам красивых. И сейчас мы вместе с вами начнем к вам. Ну, дорогие мои, это мое уже ноу-хау. Я вам сейчас буду показывать. К каждому подойду первый загиб. Первый вот так вот делаем треугольничек. Кто видит, что я сделала, вот сделайте точно так же. Кто не видит, я помогу. Обязательно помогу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот смотрите, вот я вам сейчас продемонстрирую, что у нас получилось. Вот страница книги мы надели вот так. Видите? А, в кармашек. Вот в этот. И вот она, заплаточка. Вы поняли смысл? Да, конечно. Вот. И с обратной стороны вот так. Книжечки наши. То есть, вот такая вот история. У Саши получилось, у всех получилось. Замечательные ваши закладки. Девчата, вы поняли, что происходит? Вот. Вроде курса, а красиво получается. Они получаются очень красивые, добрые. Я могу сказать, так. Котина, семья Котина. Они там съемки. У нас там углы, да. Вы знаете, что, дорогие мои, что я хочу сказать? Дело в том, что сегодня мы это с вами делали не для того, чтобы вот прям вот так умеем. А чтобы у вас было понятие, что досуг свой можно провести в кругу семьи очень по-доброму. И не обязательно идти куда-то, где-то зажигать. Вот как Саша сказал, в эпоху коронавируса мы дома сидим. Посидите, поплетите в закладочке. Чаек сегодня не предлагаю. Но вы можете это под баранки с печеньками сделать. Вот. То есть, это простая история всего лишь из страниц журнала. Но если у вас есть дома кожа старая, вот такие закладки, я хочу обратить внимание, плетут из кожи. И они получаются очень-очень красивыми. Вы вообще можете сделать какой-то мастер-класс для своих соседей. Собраться по двору. С кожей не разорачивается ничего. Они не будут. Потом просто степлером плотно их не будут. Они также будут аккуратно ложиться. Ну, естественно, из кожи не сапожной, а из тоненькой. Может быть, остатки какие-то есть. Вы можете это сделать. Я хочу сказать, что мы плели в детстве, помните, конфет-то немного было. И когда появлялись конфеты, фантики, на вес золота, на вес золота. И вот ты эти фантики кладешь в книжечко. Они там выпрямляются. А потом из блестяшек плетешь. Вы плели такие? Нет? Мы плели. И так ценили это и радовались. Мне хочется вот сегодняшним мероприятием вам показать, что есть эти радости в обыденной жизни. Не надо стремиться все скомкать, выкинуть, а превратить в доброе, хорошее дело. Помните, сколько мы делали в детстве корабликов? Господи, сколько мы их переделали. Вот. Томочка Бондарева очень хотела, но вот приболела. Показать вам, как делать корзинки. Корзинки мы обязательно с вами сплетем. Дорогие мои, у нас 15 числа в следующую пятницу состоится мероприятие. Я вас очень на него приглашаю. Это орнитологические истории. Вы узнаете о пернатой симфонии разных-разных весенних птиц. Мы с вами послушаем и голоса птицы, голоса леса. То есть мне очень хочется, чтобы вы, придя к себе во двор, знали, кто для нас поет. Три лесениц, дроздов, зябликов, да? Тех птиц, которые есть в нашем Ставропольском прае. И видео, и послушаем, мы увидим описание. Да, постараюсь пригласить мэтров, орнитологов. Да, руки немножечко у нас задеты полиграфией. Я вижу, медики тут это, так сказать, обращают внимание. Конечно, когда вы будете делать дома, если с ребенком или сами, потом вы моете руки, аккуратно все это сделаете. Это не такая проблема. Кстати, журналы хорошего качества. Поэтому руки достаточно чистые остались. Вот, поэтому вот орнитологические истории. Мне очень хочется, чтобы вы пришли, приходите. Будет теплая погода, мы с вами обязательно выйдем. Мне бы вообще хотелось с вами и в лес выйти. Мы подумаем, как это сделать. Грязно еще? Ну, не всегда грязно. Мы уже ходили. Где-то было недавно? Я хочу сказать, если искать препятствия, они всегда будут находиться. Поэтому удобную обувь одевайте. Мы пройдем тропами теплыми, добрыми. Мне очень хочется, чтобы вы насладились природой. Вот. Давайте искать доброе и хорошее предметов, которые нас окружают. Я вам желаю хорошего дня, радости от творчества и цитровки полушарий левого и правого. Вот. И бумага пусть будет для вас во благо. Спасибо вам большое. Можете с собой брать и пользоваться. Пользуйтесь. Возьмите в кармашек. Не брезгуйте бумагой. Радуйтесь. И кто читает книги, я сейчас увижу, тот возьмет закладки. У меня эти люди на заметки.